всем привет итак я уже дома продолжаю рассказывать о том как складывался для меня серьезный турнир высшей лиги чемпионата россии пятом туре я играл против дмитрия лаврика играл черными и после дмитрий падает с двух рук е4 d4 подготовка была очень объемной вот но здесь он решил выйти слон c4 после кони в 6 увы в базе его партии не нашлось и мне пришлось очень много вспоминать частности вот например вот в этот момент после а4 я потратил очень много времени на то чтоб вспомнить партии даниила дубова у черных выбор между двумя ходами по большому счету король h8 и ход который делает даниил слон е6 я пришел к выводу что надо взять на е6 и после и опять вот здесь вот задумался вообще минут на 40 при том что играть то можно как угодно то есть у черных например например алексей дмитрий широв выиграл такую просто пошел а6 на c3 d5 перевел все в итальянку и в этой итальянке получил пространственный перевес и очень быстро поймал ферзя у противника и легко его реализовал все партия закончилась но то есть можно пойти а6 катя лагно играла в этой позиции п6 и на а6 ферзь уже пошел на д7 на д7 ферзь стоит лучше чем на е8 нет сомнений то есть и катя тоже потихонечку обыграла грозную оливию колбасу грозную колбасу то есть просто зашла за пешка а6 от него ее и в общем реализовала на чемпионате мира по блицу правда вот я решил пойти ферзь е8 решил что а6 вот не опасен но лучше бы конечно я пошел бэш ферзь на д7 конечно стоит симпатичный но и тут ничего страшного не происходит белым следовало играть конечно c3 потом перебрасывать коня на же 3 проводить до 4 у белок получше на кольце 3 я отлично отреагировал выпадом в центр укрепил центральную пешку и после хода c3 партия покатилась под откос то есть я лично ее пустил под откос следующими ходами значит е5 отличнейшая позицию черных после размена и теперь допустим ферзь f7 укрепил пешку е6 хочу провести d5 прицелился к пешке ф2 но у черных вообще и тени проблем нету уже можно подумывать о борьбе за преимущество то есть ход конь c3 как мне кажется дмитрий сделал немножко неточно вот но я ответил очень серьезной неточности я слабился все белые поля поле f5 поле d5 и вообще за такие ходы надо бить по рукам конечно после коль же 3 у белых уже стойкое плюс равно благодаря слабости белых полей влаги в моем лагере ну и поэтому следовало аккуратненько пойти ладья f7 если белые продолжают играть f4 разменяться и сыграть b5 белые не могут одновременно поставить коня на f5 и пешку на f5 если они ставят на f5 пешку то конечно черной пешки же лучше находиться на своем месте а в если конь f5 то слон f8 и потом мы сыграем g6 и выяснится что белые потеряли два темп вызвав ослабление я сразу сыграл g6 ход конечно еще один ход из серии за которые надо бить по рукам и после f4 разменялся и выпрыгнул ферзем на c6 f5 видите зацепка в виде пешки g6 создана сейчас еще пешка готова отправиться вперед и белый конь в итоге поле f5 для себя получит единственным шансом получить контр игру было c4 я этот ход видел но понятно что центральные пешки белых здесь куда как более грозный чем фланговые у черных тем не менее условной защите бинони частенько черным удается доказать что все не так страшно и несомненно такая разбалансированность давала черным неплохие шансы при случае на перехват инициативу то есть от белых требуется точность хотя объективно конечно позиция черных но она нет не только выглядит тяжелая она наверное действительно такая не очень простая вот я сыграл d5 и после великолепного хода c4 позиция уже но спасти ее я лично был не в силах то есть может быть условно вадим звягинцев гений защиты смог бы еще здесь устоять а у меня шансов конечно никаких не было я разменялся на c4 ну конечно надо было искать контр игру обязательно было в был ход b5 а после ладья d8 ферзь е2 конь е8 белые прицепились пешки е5 и что самое противное у них очень легкая понятная простая игра ладья лезет на d5 ферзь на g4 пешка аж начинает двигаться вперед а я уже приближаюсь к цикноту а дмитрию особо и думать-то не ночь и вот здесь черные просто обязаны были разменяться и зайти за пешкой а6 вот эта позиция она несомненно в пользу белок прилично пользу белок несмотря на то что у них нет пешки лишняя пешка черных пока никаких неприятностей доставить не может а вот на g6 слабость а при случае более в 5 и плохой король в общем но тем не менее здесь у черных лишняя пешка вот явно сыграл кольца 7 и получил ту же тяжелейшую позицию при материальном равенстве то есть белый уже пошли аж 4 а пешек порог более того ну я начал защищаться единственными компьютерными ходами отдал пешку же 5 пожертвовал качество куб это все одобряет но проблема в том что оценка минус 3 и очень четкое добивание мне понравилось как меня добили и ваня землянский дмитрий лаврик то есть очень хорошая реализация решающего преимущества белое сдали пешку и в 5 получили поле для коня получили линию f и вызывают размены все ферзи 8 ферзи 8 рано или поздно придется сходить с размером пары пушку есть и исчезли последние иллюзии но думаю ладно еще как-то сдаваться не буду пока хотя может быть и зря то есть здесь я рассчитывал что может быть удастся как-то сейчас короля на е6 прицепиться к е4 но конечно такой бред кони в 5 хотелось бы сыграть король f7 подвести короля к центру я так не пошел и закон бьет d4 конь идет на b5 а если его съесть но очевидно что ладья с пешками на разных флангах коня легко растащит с королем король же 8 такой странный код но и белые прорываются пешки а7 кони в 2 но это все шутка понятно что белая д1 ферзи сыграть не позволят и здесь я сдался вот такая тяжелая партия ну вы скажете что мог бы записать и после тура я вам скажу что если бы я записывал ее после тура это отняло бы у меня часа полтора два времени как вот сейчас просто на подготовку ролика ну и соответственно силы которые и так не безграничны на это бы тоже были потрачены было бы намного сложнее добиваться результатов в следующих партиях все спасибо за внимание